Я бы хотел дальше передать слово Всеволодовичу Матвееву, который коснется в том числе и перспектив развития малоинвазивной хирургии, а именно, я думаю, что вы расскажете о роботических технологиях в том числе. Мы используем, у меня просто времени не было об этом сказать, также в таракальной хирургиях, но не так широко, как в онкоурологии. И это связано с тем, что для легочной хирургии пока еще в комплексе DaVinci SI, на котором мы работаем, нет гармонического скальпеля, который бы обладал семью степенями свободы, как это у других инструментов роботического комплекса. Но в последней версии робота он уже присутствует, и я думаю, что это тоже в скором времени войдет в практику таракальной хирургии. Пожалуйста, Всеволод Борисович. Доброе утро, уважаемые коллеги. Доброе утро, Павел Вячеславович. Довольно громкое название моего доклада «Настоящее и будущее онкоурологии», потому что действительно в 20 минут рассказать об этом просто невозможно, поэтому я остановлюсь на основных тенденциях, на основных направлениях, которые являются основополагающими в настоящий момент и являются основой для развития этой специальности. Надо сказать, что онкоурология очень интересная специальность. Она находится на стыке сразу минимум 5-6 дисциплин. В первую очередь, конечно, это онкология со всеми ее составляющими. Это и хирургия, в первую очередь, и лучевая терапия, и системная лекарственная терапия. Это и урология, это и андрология, и трансплантология, и масса-масса других субспециальностей. И я постараюсь вам это показать в своем докладе. Но, конечно же, хирургия является одной из важнейших составляющих онкоурологии. И мы знаем, что еще со времен Древнего Рима изучение, что эффект хирургии среди всех разделов медицины является самым значимым. И действительно, это так. На самом деле, хирургия, в онкоурологии, это синтез хирургических технологий. Он включает в себя и абдоминальную хирургию, которая применяется в различных разделах, таких как кишечные пластики, например, мочевого пузыря. Это и пластическая хирургия с замещением дефекта тканей, протезированием различных органов, например, полового члена, установлением искусственных сфинктеров. Это и кардиохирургия при удалении опухолевых тромбов из нижней полой вены и правого предсердия. Это и сосудистая хирургия, которая требуется очень часто при выполнении расширенных хирургических вмешательств, особенно у пациентов с герминогенными опухолями яичка. Это и трансплантология. Я тоже вам покажу отдельные моменты, где она используется в онкоурологии. Какие же тенденции в хирургическом разделе онкоурологии? Прежде всего, о чем говорил сегодня Павел Вячеславович, это тенденция к переходу к малоинвазивным методикам. В урологии это практически повсеместно. При всех локализациях мы видим использование малоинвазивных технологий. При раке мочевого пузыря, мочеточника, лоханки, это трансфорутральные операции, лапароскопические операции при раке почки, при раке предстательной железы, при раке мочевого пузыря. То есть все разделы включают в себя лапароскопию, либо эндоскопию. Также используются перкутанные операции при поражении лоханки. И помимо лапароскопии, эндоскопии используется и роботоассистированная хирургия. Вот небольшой ролик, вы видите удаление маленькой популярной опухоли мочеточника. Раньше, конечно, мы бы выполнили нефр-уротеректомию с резекцией мочевого пузыря. Представляете, какой объем операции у этого больного. Чуть позже мы перешли к лапароскопическим нефр-уротеректомиям с резекцией мочевого пузыря. На сегодняшний день мы можем выполнить при поверхностных небольших образованиях вот такую вот лазерную коагуляцию опухоли. Помимо малоинвазивности, вторым важным моментом является органосохранное направление. И особенно это видно при опухолях почки, где резекция почки стала стандартом при стадии Т1А и даже иногда Т1Б. При раке полового члена, где мы выполняем деэпитализацию головки, лазерную коагуляцию и максимально стараемся сохранить функционирующий орган при раке мочеточника. Даже при инвазивных опухолях мочевого пузыря мы применяем иногда органосохранные подходы, так называемые трехмодальные терапии с использованием трансуртральной резекции, с последующей химиолучевой терапией, которая позволяет сохранить функционирующий мочевой пузырь даже у пациентов, которым раньше мы всем выполняли цистектомию. Ну и фокальная терапия рака предстоятельной железы находится на сегодняшний день в стадии развития. Тем не менее, у меня не включается ролик. Включите меня, пожалуйста, передыдущий. Под картинкой. Естественно, мы поменяли отношение свое ко многим видам операций. Помимо того, что мы используем малоинвазивные хирургические методики, например, поменялось отношение к резекции почки. Если раньше мы считали, что мы должны сделать отступ как минимум полсантиметра от границы опухоли, то сегодня показано, что применение инуклеации и инуклеорезекции является оптимальным методом, который позволяет с наименьшей потерей для почечной функции с одной стороны, и с другой стороны, наиболее точно на глаз удалить опухоль с минимальным риском оставления положительного края. И вот вы видите на этом ролике, как выполняется инуклеорезекция при достаточно большой опухоли почки с применением лапароскопии. И вот эти вот кривые выживаемости говорят о том, что частота положительного края чаще при обычной резекции почки и меньше при инуклеорезекции, что делает ее стандартом при выполнении органа сохранных операций. Конечно же, развитие технологий позволяет нам все чаще выполнять подобные операции, и появление роботической хирургии, конечно, это новый шаг в органосохранном операции, в том числе и при раке почки, потому что визуализация и возможность манипулирования роботическими инструментами, которые по сути являются продолжением руки хирурга, позволяют выполнять операцию тех пациентов, у которых раньше мы не решались на лапароскопические операции и делали эти операции исключительно с открытым доступом для того, чтобы минимизировать время ишемии и максимально сохранить почечную функцию. Скорость выполнения роботических операций практически такой же, как открытых, поэтому мы можем смело выполнять даже сложные резекции и у пациентов, в том числе, с единственной функционирующей почкой. Можно мне включить тоже ролик, вот здесь вот, где черное. Вот так мы раньше выполняли операции у пациентов с единственной почкой при локализации опухоли в синусе. Это единственная почка, и, соответственно, нужно было максимально сохранить, с одной стороны, объем функционирующей паренхемы, с другой стороны, уменьшить время ишемии, потому что пережатые почечные сосуды, поэтому операция выполнялась всегда открытым путем, но с приходом роботической хирургии подобные операции можно уже выполнять и с использованием мини-инвазивного доступа. Поэтому хирургия развивается очень и очень быстро, и нам все время приходится учиться, учиться и учиться, как только мы осваиваем одну методику, уже на заре, на горизонте появляется новое, и нам приходится двигаться дальше. Но не все, конечно, операции выполняются с использованием мини-инвазивных методик. В некоторых случаях, когда нам нужно удалить вот это все опухоли, удаленные из одной почки. Представляете, какое количество опухолей можно удалить из одной почки, сделать это инситу в организме пациента невозможно. Поэтому опухоль удаляется вместе с почкой целиком. Это как раз возможности синтеза различных технологий, трансмонтологии и хирургии в онкоурологии. И после удаления опухоли, консервации во льду, выполняется резекция. И преимущество основное, что хирург не лимитирован во времени, он может работать час, два, три, и после этого почка пересаживается в подвздошную область. Вы видите, какая прекрасная видимость у хирурга. Он может манипулировать свободно органом, выполнять пластику сосудов, выполнять пластику чаточной лоханочной системы. Это, конечно, штучные операции, тем не менее, они выполняются. Мы стали более осознанно подходить к показаниям к выполнению органов сохранных операций. И мы на сегодняшний день понимаем, какие пациенты действительно нуждаются в органно-сохранном подходе, и какие пациенты нет. Кто в группе риска в отношении резкого снижения функции почки, более 50%, и необходимости гемодиализа, возможной в будущем, это пациенты, у которых имеется хроническая болезнь почек уже на момент выполнения хирургического лечения. Именно этим пациентам грозит резкое ухудшение функции почек после хирургического лечения. Поэтому нефрактомия, которая является одним из методов традиционных при опухоли почки, также остается методом выбора у пациентов со стадии Т1-Б при размерах опухоли более 4 см, если у пациента отсутствует хроническая болезнь почек, а вот резекция почки в основном показана при больше, чем 4 см размеров опухоли у пациентов, у которых уже до операции есть хроническая болезнь почек. Более того, показано, что снижение почечной функции отражается на выживаемости пациентов, и это является основным показанием к нашему стремлению выполнить органно-сохранной операции, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что здоровые молодые пациенты живут ровно столько же и после нефрактомии, и после резекции почки, если у них нет сопутствующей патологии. А у пациентов старше 75 лет мы также не видим преимущества от выполнения органно-сохранной операции. Поэтому наше видение, наше понимание в отношении органно-сохранных подходов у больных раком почки, оно меняется и эволюционирует. Развитие хирургии идет не только в сторону мини-инвазивных вмешательств, но также мы получили возможность выполнять расширенные большие хирургические вмешательства у пациентов с большими опухолями. Поэтому помимо направления с использованием мини-инвазивных органно-сохранных операций, также развивается внедрение расширенных комбинированных операций у больных с высокими стадиями. Мы научились удалять большие забрюшенные опухоли, это остаточные опухолевые массы, вы видите, у пациента после проведенной химиотерапии герминогенная опухоличка, большая остаточная опухолевая масса, которые удаляются либо с резекцией окружающих органов и тканей, либо в данном случае удалось отойти от основных анатомических структур. И сегодня нет пациентов, которым мы отказывали бы в операции на основании размеров опухоли, врастания в какие-то важные анатомические структуры. Мы научились удалять опухолевые тромбы у больных раком почки, которые достигают правого предсердия. Вы видите массивный опухолевый тромб в правом предсердии. Часто мы это делаем без использования искусственного кровообращения. Стрелки показывают на опухолевый тромб в просвете нижней полу и вены и правого предсердия. Мы используем методику, разработанную в нашем центре Институте онкологии имени Блохина. Методика была разработана академиком Давыдовым. И она настолько проста и эффективна, что мы ее эффективно тиражируем. И многие хирурги ее используют для удаления опухолевых тромбов без применения искусственного кровообращения. Методика заключается в доступе к интроперкардиальному отделу нижней полы вены. Трансдиафрагмальный доступ, рассечение диафрагмы, выделение интерперкардиального отдела нижней полы вены. На него накладывается турникет. Это позволяет контролировать нижнюю полу вену непосредственно над верхушкой опухолевого тромба. Либо просто контролировать нижнюю полу вену непосредственно в месте впадения в правое предсердие. Сосудистая хирургия, о чем говорил вчера Иван Сократович, является неотъемлемой частью онкологической хирургии. И онкоурология в данном случае не исключение. Как я уже сказал, нет пределов расширенным операциям. Мы сейчас не останавливаемся, если даже видим, что опухоль врастает в магистральные сосуды, в почечные сосуды, в бедренные сосуды. Выполняются пластики этих сосудов и хирурги, которые идут на эти операции, они в обязательном порядке должны владеть техникой сосудистой хирургии. Помимо традиционных хирургических технологий, хирургия развивается с использованием современных космических технологий, о которых вчера в своем блестящем докладе говорил Жак Мореско из Страсбурга. Это дополненная реальность изображения, трехмерное изображение пораженного органа и опухоли, которая накладывается на интероперационную картинку при выполнении лапароскопических либо роботических операций. То есть в процессе операции мы четко видим трехмерное изображение на органе, где располагается опухоль и в процессе резекции мы также можем контролировать границы резекции, мы можем контролировать магистральные сосуды и так далее. И уже на сегодняшний день есть работы, которые показывают, что применение дополненной реальности при выполнении роботической резекции почки существенно улучшает различные показатели. Поэтому это уже и настоящее, и будущее, которое совсем близко. Риско-адаптированные подходы в онкоурологии, это тоже очень важный момент, которые повышают с одной стороны эффективность, с другой стороны снижают токсичность лечения. Мы применяем риско-адаптированные подходы, опять же, практически при всех нозологиях. Это и модификация границ лимфоденоктомии при раке яичка, при раке полового члена и предстательной железы. Это сохранение сосудистонервных пучков в зависимости от риска рецидива при раке предстательной железы. Это необходимость адюмантной химии лучевой терапии. Опять же, при раке яичка риско-адаптированные подходы давно применяются, при раке мочевого пузыря, при раке предстательной железы. И один из методов при раке полового члена определение риска поражения лимфатических узлов. Это выполнение флюоресцентной и радионавигационной биопсии сторожевого пахового лимфоузла, которая применяется сейчас в онкологическом центре имени Блохина. И наши исследования показали, что метастазы, то есть, извините, сторожевые лимфоузлы располагаются в верхней половине скарповского треугольника. И выполнять биопсию нужно именно этих узлов. И не нужно расширять границу лимфодиссекции, если эти лимфоузлы не поражены. Кроме того, мы показали, что данные позитронно-эмиссионной компьютерной томографии с фторозоксиоглюкозой очень точно и правильно отображают локализацию метастазов. И мы можем полагаться на этот метод при решении вопроса об объеме лимфодиссекции. А паховая лимфодиссекция – это очень травматичная операция с очень серьезными последствиями для пациентов. Поэтому уменьшение объема крайне важно. Риско адаптированные подходы уже пришли и в раздел рака почки. В этом году было озвучено исследование Keynote 564 NASCA, которое у пациентов с высоким риском рецидива у больных раком почки показало эффективность использования пембролизумава. И я думаю, что это первый препарат, который будет применяться в качестве адювантной терапии с высоким риском рецидива у больных раком почки. Номограммы. Мы должны использовать номограммы при различных локализациях. Вот, как пример, я вам показал номограмму при раке мочевого пузыря. В тех разделах, где нет четких показаний для проведения адювантной или неадювантной терапии, мы должны использовать номограммы. И в данном случае вы видите, что эффективность адювантной терапии показана только у пациентов с риском рецидива более 40%, а у пациентов с меньшим риском проведения адювантной терапии не доказана эффективность. Конечно же, изучение макулярно-генетических характеристик опухоли, поиск биомаркеров, мишени для таргетной терапии – это основное направление развития клинической онкологии вообще, и онкоурологии в данном случае. Есть простые биомаркеры, которые мы можем использовать в рутинной практике. Опять же, вот это исследование было озвучено в этом году на конгрессе G.U.АСКО, которое показало, что можем использовать такой простой биомаркер, как цереактивный белок, для решения вопроса, можно ли оставить пациента для активного наблюдения или нет. Другие биомаркеры, более сложные – это генетические аберрации, мутации, выявление генетических синдромов. Оказалось, что 10% больных раком почки имеют герминальные мутации. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы можем выявлять предрасположенность, во-первых, к раку почки на очень раннем этапе. Мы знаем, что эти мутации происходят за 10, 15, иногда 20 лет до развития заболевания. Поэтому крайне важно консультировать пациентов и их родственников, если у них рак почки в отношении возможности наличия герминальных мутаций. Герминальные мутации у пациентов с наследственными синдромами могут нам говорить о том, как быстро растет опухоль, и можем ли мы ее наблюдать, и на что мы можем рассчитывать через 2-3 года. Мы знаем, что у пациентов с синдромом Вонгипили-Линдаву, у особо молодых пациентов, отмечается самый быстрый рост опухоли. У этих пациентов имеется мутация гена ВИЧЛ, а у пациентов, например, с популярным раком почки, с мутацией гена МЕД, отмечается самый медленный рост опухоли. И это помогает нам выбрать тактику наблюдения. Биомаркеры нам нужны и для выбора терапии. Например, при раке предстательной железы новая комбинация при кастрационно-рефракторном раке, новый препарат, это препарат, который эффективен только у пациентов с мутацией геноптен. И в этом случае комбинация эпатасертиба с абиротероном является методом выбора. У пациентов с кастрационно-рефракторным раком предстательной железы, вы видите, улучшаются показатели выживаемости без прогрессирования, но только у пациентов с мутацией геноптен. Мутации генов гомологичной рекомбинации на сегодняшний день обязательны. Обязательно определение этих мутаций у пациентов с метастатическим раком предстательной железы, так как появились ингибиторы PARP, которые эффективны именно у пациентов... Так, у меня все выключилось. ...именно у пациентов с этой мутацией. У пациентов с раком мочевого пузыря на сегодняшний день мы обязаны определить мутацию FGFR, так как появились тирозинкиназные ингибиторы, это фитинип, который эффективен у этих пациентов, поэтому биомаркеры на сегодняшний день уже в нашей практике. Еще очень коротко о новом тоже направлении, эффективном, который применяется в онкурологии, это различные коньюгаты. Это коньюгаты моноклональных антител. В случае рака мочевого пузыря это моноклональное антитело к белку нектин-4, которое экспрессируется у 80% больных рака мочевого пузыря распространенного. И это антитело коньюгируется с мощным токсическим ядом. Препарат называется инфортумап ведатин, который эффективен у пациентов, которые уже прошли не одну линию химиотерапии, и тем не менее этот коньюгат является очень эффективным и улучшает общую выживаемость, и уже он вошел в клиническую практику. Еще один коньюгат и целое направление это тараностика, таргетная радиоэлегантная терапия, когда моноклональное антитело к ПСМА коньюгируется с радиоактивным изотопом, в данном случае лютеции 617, который опять же применяется пока только при нейроэндокринных опухолях, и в урологии в этом году было показано, что применение лютеции 617 достоверно увеличивает выживаемость пациентов к кастрационно-рефракторным ракам. Поэтому биомаркеры нам нужны везде, они позволяют нам существенно расширить наши возможности в выборе терапии. Рак почки, огромное количество комбинаций последние годы в нашем распоряжении, как мы видим, 5 комбинаций ингибиторов тирозин, киназ и иммуно-онкологических препаратов, еще одна комбинация двух иммуно-онкологических препаратов, и уже сегодня на основании биомаркеров мы можем выборочно подходить к назначению той или иной комбинации. Например, у пациентов со светлоклеточным раком почки и мутацией гена ПБРМ1 более эффективно, чаще бывает, назначение тирозин киназных ингибиторов, а у пациентов со светлоклеточным раком и высокой экспрессией ПДЛ1 высокоэффективно назначение комбинации двух иммуно-онкологических препаратов. А у пациентов с синдромом наследственного леомиоматоза и мутацией гена фомарат-гидраза, которые приводят к накоплению фомарата и хиф, фактора индуцированной гипоксии в клетке, уже зарегистрирована комбинация биоцизумаба с рилотинибом, и она применяется именно у пациентов с мутацией гена фомарат-гидраза. А у пациентов с мутацией гена МЕД эффективна комбинация кабазантиниба с неволомабом или просто кабазантиниба, потому что он является селективным мощным ингибитором СИМЕД. Поэтому это еще не стандарт, но биомаркеры являются основой для выбора уже на сегодняшний день и, конечно, в будущем. И в будущем понимание генетических причин влияния образа жизни на возникновение опухоли также поможет нам предотвращать развитие многих опухолей. Жидкостная биопсия с биомаркерами для ранней диагностики, использование циркулирующей ДНК для диагностики, для выбора лекарственного подхода, мониторинга, определения необходимости адюмантной терапии. Все это очень и очень близко. Интероперационная диагностика и навигация в реальном времени, я уже об этом вам сказал. Конечно же, персонализированное лечение – это наша цель. Новое поколение таргетных препараций с ученым данным генома и транскриптома пациента, индивидуальный подбор лекарственной терапии на основе индивидуальных генетических альтераций. И, конечно же, применение искусственного интеллекта, о чем я еще не говорил, но Жак Мореско вчера уже говорил об этом в отношении хирургии, но в отношении лекарственной терапии, мне кажется, это даже более важно, так как количество различных вариантов лечения настолько увеличивается и настолько растет, что удержать в голове все возможные мутации, альтерации и так далее, через пару лет, я думаю, не сможет никто, и искусственный интеллект будет помогать в выборе лекарственной терапии. Спасибо. Спасибо, Василий Борисович. Очередчайно интересный доклад, одна из самых динамично развивающихся областей онкологии, которая действительно сочетает в себе мощнейшую хирургию и, самое главное, интереснейшие и очень эффективные подходы лекарственного и иммуно-онкологического лечения. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...